На весь военный комплекс дезинфекция Орла поможет в борьбе с сибирской язвой на Ямале. Министерство обороны уже перебросило его из Екатеринбурга в Салихард. На Ямале работает наш корреспондент Андрей Ященко, он на прямой связи со студией. Я тебя приветствую, Андрей. Уже известно, когда этот комплекс начнет непосредственно исполнять свои задачи на месте дислокации. Приветствую, ребята, Наташ, но пока неизвестно, когда уже конкретно этот комплекс будет развернут. Но его в зоне очага очень ждут, потому что новейший комплекс для дезинфекции Орлан способен в час обрабатывать 50 единиц техники. А вся техника это и вертолеты, и автомобили, которые работают в опасной зоне, обязательно проходят дезинфекцию. Их поливают специальным раствором, обрабатывают и корпус, и все элементы этой техники. Кроме того, в этом автомобиле установлены 8 генераторов, которые позволяют обрабатывать также 90 квадратных метров площади. Этот новейший комплекс будет использован в очагах. Его перебросили сейчас в Кцелихард, и по сообщениям Министерства обороны, он своим ходом в ближайшее время уже будет доставлен в тундру, туда, в труднодоступную зону. Но я вот отмечу, что от Кцелихарда до очага сибирской язвы. Несколько сотен километров. Скорее всего, все-таки этот комплекс дополнительно будут перебрасывать транспортным вертолетом. Мы находимся на аэродроме в Ярсале, здесь находится оперативный штаб, и сейчас друг за другом сюда прибывают вертолеты МЧС с грузом гуманитарной помощи. Продолжается формирование... В МЧС продолжают доставлять сюда части городков жизнеобеспечения для оленеводов. Сегодня должны последние уже завести части, потому что много очень груза. Кроме того, продолжают сюда доставлять и продукты, и питание, и воды, и также теплая одежда. То, что в первую очередь сейчас нужно людям в пострадавших районах. Напомню, что всю одежду у людей, которые находились в карантинной зоне, забирают, меняют на другую, и ту одежду, которую у них забрали, ее сжигают. Кроме того, люди проходят процедуру жесткого карантина, их также обрабатывают специальными химикатами. И 90 человек по-прежнему эвакуировали, которых эвакуировали из опасной зоны. Здесь находятся на безопасном расстоянии от эпицентра. Они находятся под круглосуточным наблюдением медиков. 23 человека заболели. У них диагностирована сибирская язва. Над ними просто тотальный контроль осуществляется. Буквально каждую минуту медики к ним заходят, проверяют их самочувствие, не изменилось ли оно. Но два человека погибли. Это бабушка и 12-летний ребенок. Они скончались в больнице в Салихарде. Сейчас на месте продолжают работать военные. Военные работают у очагов. Они уничтожают тела умерших оленей. Обкладывают их покрышками. После этого сжигают и все пространство обрабатывают специальными химикатами. Вот, собственно говоря, для этого, для того, чтобы ускорить процесс дезинфекции, перебросили новейший этот комплекс Орлан. Кроме того, параллельно МЧС сейчас будет разворачивать рядом с этими опасными зонами лагеря для оленеводов. Дело в том, что далеко не все оленеводы покинули эту опасную зону, уехали на достаточное расстояние. И поэтому будут организованы специальные пункты, где они смогут жить, питаться, и где они будут обеспечены всем необходимым, будут находиться в безопасности. Кроме того, медики чуть ли не в круглосуточном режиме продолжают процедуру вакцинации людей, которые находятся в зоне, приближенной к карантинной. Постоянно они вылетают туда и ставят вакцину против сибирской язвы. Кроме того, выдают абсолютно бесплатно таблетки, которые нужно принимать для профилактики. И продолжает здесь работать и команда губернатора, и правительство региона. Буквально вот каждую минуту происходит мониторинг ситуации, информация постоянно обновляется. Ну и вот отмечу, что сейчас удалось локализовать полностью очаг заражения. И на данный момент все-таки все силы и средства брошены на то, чтобы вообще исключить любую возможность дальнейшего распространения сибирской язвы. Наташа. Да, спасибо, Андрей. На Ямале работает наш корреспондент Андрей Ященко.